Воспитание ребенка начинается уже с периода беременности. Если будущая мать тревожится и переживает, то младенец в ее чреве тоже беспокоится. А если мать молится и живет духовной жизнью, то освящается и ее еще нерожденный ребенок. Поэтому беременная женщина должна творить Иисусову молитву, читать Евангелие, петь церковное песнопение и не волноваться. Близкие тоже должны следить за тем, чтобы не расстраивать ее. Тогда появившийся на свет малыш будет ребенком освященным, и у родителей не будет с ним трудностей, ни в раннем детстве, ни когда он подрастет. Сейчас в мире очень распространилось гаснование. Сатана не на шутку разошелся, потому что современные люди предоставили ему широкие права. Люди подвержены ужасному бесовскому воздействию. Один человек очень точно подметил, прежде дьявол занимался людьми, а сейчас ему это не нужно. Он просто выводит их на свою дорогу и желает счастливого пути. И люди сами идут по этой дороге. Это ужасно. Если бесы не нападают на тебя, не думай, что ты уже достиг такого уровня, что они тебя боятся. Знай, что это милосердный бог защищает тебя, как маленького цыпленка от ястреба, потому что ты еще духовно беспомощен. Некоторые люди не верят в существование сатаны и все объясняют с точки зрения психологии. Если бы евангельские бесноватые попали в руки психиатров, они стали бы лечить их электрошоком. Христос отнял у дьявола право делать зло. Он может творить зло только лишь, когда человек сам предоставит ему эту возможность. Если человек не участвует в церковных таинствах, то он дает нечистому такие права и делается открытым для бесовского влияния. Кроме того, отличительные черты дьявола – это умствование, рассудочность, желание противоречить, возражать, упрямство, своеволие, непослушание, бесстыдность. Человек становится открытым для бесовского воздействия настолько, насколько ему свойственны такие качества. Однако, когда душа его очищается, в него вселяется Дух Святой, и он исполняется благодати. К сожалению, в наше время люди не хотят искоренять свои страсти, свою самость. Они не слушают ничьих советов, разговаривают бесстыдно и тем самым отдаляют от себя Божию благодать. А потом человек ни в чем не может преуспеть, потому что он открыт для бесовских влияний. Он уже себе не принадлежит, потому что им руководит сатана. Человек, лишившийся благодати, становится хуже дьявола, потому что тот не сам все делает, а людей подбивает на зло. К примеру, он не совершает преступлений сам, а подстрекает к этому людей. И они от этого делаются бесноватыми. Если бы люди, по крайней мере, исповедались духовнику, бесовское воздействие исчезло бы, и они бы одумались. Покаяние и исповедь отбирают у сатаны право на человека. У дьявола нет никакой власти над верующим человеком, который ходит в храм, исповедуется, причащается. На такого он может, как беззубая собака, только лаять, но не кусать. Но огромную власть дьявол имеет над неверующим. Он обладает властью над душой в той мере, в какой она сама дает ему права. Если человек попал в плен к дьяволу, надо найти причину этого, чтобы отнять у беса его права. Иначе, сколько бы ни молились за этого человека другие, лукавый не уйдет и искалечит его. Священники отчитывают беднягу, а ему в результате становится хуже. Потому что сатана терзает его еще больше, чем прежде. Человек должен покаяться, исповедаться, чтобы отнять у дьявола те права, которые сам ему дал. Только тогда нечистый дух оставит его, а иначе он будет страдать. Дьявол искушает и старается выбить из колеи непосредственных людей, а подвижников. Лукавый не будет попусту тратить время и совершать тщательную работу с тем, кто сам не занимается тщательной работой над собой. К тому, кто шьет толстой иглой, он и беса посылает с толстой иглой. К тому, кто занимается тонким рукодельем, он отправит беса, который силен в тонком рукоделье. К искуснейшему вышивальщику, мастера по очень изящным работам. К тому, кто работает над собой грубо, грубого беса. К новоначальным, новоначального беса. Людям с чуткой душой, благоговейным, роднимым, надо быть внимательными, потому что дьявол старается сделать их еще более чувствительными, чтобы довести до уныния или даже, не дай бог, до самоубийства. Сатана хоть и подзуживает человека идти против своего ближнего и ссорится, сам никогда не действует наперекор. В нерадивом он поощряет нерадение, успокаивая такими мыслями. Ты нехорошо себя чувствуешь, у тебя голова болит. Не беда, если ты не встанешь на молитву. Благочестивого он делает еще благочестивее, чтобы тот впал в гордость, или же подбивает на непосильный подвиг, чтобы старательный прежде подвижник обессилил, духовно разоружился и капитулировал. Жестокосердного человека бес старается сделать еще более черствым, впечатлительного – слишком чувствительным. Как же много людей, кто-то от чрезмерной чувствительности, кто-то от измотанных нервов, страдают бессонницей, сидят на таблетках или мыкаются без толку по больницам. Сейчас нечасто можно встретить спокойного человека. Многие люди превратились в сгустки энергии, будто у них внутри электрический разряд. А кто не бывает на исповеди, к тому же подвергается бесовскому воздействию и обладает какой-то дьявольской энергетикой, потому что находится во власти нечистого духа. Источник. Алфавит духовный старца Паисия Святогорца.